Илье Вахрамееву всего 84 лет. Юный спортсмен не может усидеть на месте. Возможности погонять мяч старается не упускать. По итогам первой игры он признан лучшим бомбардиром команды. Всего за 12-минутный тайм с его легкой ноги в ворота соперника со свистом залетели 5 мячей. Все 5 мячов и забил я один. Я просто их обманывал и обходил и забивал голы. За напряженной игрой, не скрывая эмоции, наблюдают болельщики и наставники юных футболистов. Несмотря на сильных соперников, каждый из них уверен, их команда лучшая. Мы тоже свои позиции не сдаем. Мы сильны духом. Мы будем стараться выигрывать. Во-первых, они видят, как другие школы играют. Они могут показать себя. Это очень важно. Вот такие мероприятия нужно делать как можно чаще. Футбольный турнир среди первоклашек в Самаре проводится впервые. Инициативу проявили в департаменте образования города. В состязаниях примут участие около 30 школ промышленного и кировского районов. Как показать, кто на поле хозяин, научат опытные тренеры. Достаточно интересно смотреть за их прогрессом, кто как прогрессирует, кто как тренируется. Минимум футбольных терминов. Максимум простые обиходные слова. И поменьше, естественно, отвлекать. Пусть они больше и больше играются, прикасаются с мячом. В ходе проведения турнира футбольный клуб «Крылья Советов» возьмет на заметку лучших игроков. В будущем это может обеспечить путевку в большой спорт. А футбольный турнир среди первоклашек планируют сделать ежегодным. Мальчишки уже показывают такое хорошее знание футбола. И я надеюсь, что лучшие из них придут к нам в центр и продолжат свое обучение в нашем центре. Сильнейших участников турнира оценят в трех номинациях и поощрят памятными наградами. Мастер-класс дадут профессионалы на матче самарской команды «Крылья Советов» и «Казанского Рубина». Он состоится 19 мая. Турнир по футболу среди первоклашек будет проходить с 15 по 23. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.